МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это ежегодный городской форум. Задумывался он уже 10 лет назад, нынешний юбилейный, как такое народное вече, когда все могли прийти туда, во дворец спорта, включиться в обсуждение и все. Потом, в прошлом году в частности, это был форум экспертов. Вот чем форум 2014 года отличается, как вы его сами оцениваете? Да, действительно, форум изменяется, видоизменяется. И я думаю, что это требование времени, веление времени. Нынешний форум – это форум, который существенно расширил аудиторию своих участников. Почему? Потому что сегодня мы говорим о том, что форум транслировался в интернете. Порядка 7 тысяч красноярцев обратилось уже к материалам форума. И готовится, я думаю, что какое-то количество обращений в адрес администрации в отношении предложений, которые выскажут красноярцы. Я надеюсь, во всяком случае, на то, что предложения такие поступят. Почему? Потому что мы до 25-го практически числа будем ждать предложения красноярцев. Но это не означает, что после этого срока нельзя будет давать предложения. Форум – это все-таки конечное, а работа с населением с предложениями, она, конечно же, постоянная. 27-го числа будет подведена итоговая пресс-конференция, на которой модераторы секции расскажут о том, какие поступили предложения, в том числе и после форума. Но работа, подчеркиваю, будет продолжаться и в дальнейшем. А сами решения форума, они должны лечь в основу решения администрации города, городского совета по обустройству нашей красноярской жизни. Мы пройдемся по тематике, а потом поговорим, как итоги будут подведены, потому что еще хочется по содержанию. А форум традиционный, у нашей программы тоже есть традиция. Традиция называется «Визитка гостя». Давайте ее посмотрим. Эдхам Шукреевич Акбулатов родился 18 июня 1960 года. Окончил Красноярский политехнический институт по специальности инженер-строитель. Работал в администрации города Красноярска. С 2002 года заместитель губернатора Красноярского края. С октября 2008 председатель правительства Красноярского края. С января по февраль 2010 года исполнял обязанности губернатора края. С июня 2012 года глава города Красноярска. Мы работаем в прямом эфире, и у наших телезрителей есть тоже возможность обсудить городской форум. Вооружитесь, пожалуйста, телефонами. С помощью смс-голосования вы тоже можете внести свой вклад в обсуждение нашей сегодняшней программы. Набирайте, пожалуйста, по телефону короткий номер 9020, потом кодовое слово ЖМ, а потом ответьте, пожалуйста, как на ваш взгляд городской форум – это возможность? И если вы считаете, что это реализовать свои проекты, набирайте, пожалуйста, цифру 1. Если привлечь инвестиции, выйти на городскую площадку и заинтересовать своим делом – это цифра 2. Ну и если просто обратиться к власти, то это цифра 3. Итак, прямой телефон короткий 9020, кодовое слово ЖМ и номер варианта. Несмотря на то, что форум идет там с 10-го фактически по 27-е число, у него были два таких центральных места – это пленарные заседания, работа секции, и вот они как раз сегодня завершились. И чтобы вот эту хронику восстановить, мы попросили нашего корреспондента сделать такой короткий, но емкий сюжет. Давайте его посмотрим. Бурные дискуссии дискуссии возникали практически на всех, без исключения 9 площадках городского Красноярского форума. Оно и понятно. Тема обсуждений – самый актуальный генеральный план города, развитие транспортной инфраструктуры, замещение импортных продуктов местными, развитие промышленных предприятий Красноярска. Десятки экспертов – представители власти, бизнеса и общественности не только из края, но и из других крупных городов России. Главной целью, которую решал этот форум, на самом деле была цель консолидации позиций и консолидации усилий, для того, чтобы эти проекты, опережающие в развитии или просто каждодневной жизни, можно было решать. И мне кажется, это было, в общем-то, достигнуто. В этом году Красноярскому городскому форуму 10 лет стоит отметить, что две трети из представленных здесь проектов уже воплощены в жизнь. Например, Красноярский бизнес-инкубатор или взаимодействие городских властей с частными детскими садами. Одна из наиболее злободненных тем нынешнего форума – импортозамещение продуктов. Сейчас доля местных производителей на родных прилавках всего 20%. Производители утверждают, не пускают торговые сети, продавцы парируют. Нарушены все экономические связи. Мы надеемся сегодня получить на всех практически наших ресурсах предложение красноярцев и достаточно много материала для того, чтобы 27 ноября в сибирских новостях подвести нас в круглом столе модерадеров не только итоги, но и дать инструменты сегодня администрации города, собственно, которая инициировала этот большой разговор, для того, чтобы уже дальше действовать конкретно. Юлия Лебедева, Дмитрий Гаврилко, программа «Живые мысли». На форуме и в центральных днях такого очного много раз говорили о генплане. И как раз к сегодняшнему дню, вот сегодня, несколько часов назад, красноярские журналисты сообщили о том, что вы завернули генплан. Объясните, пожалуйста, какая процедура была проведена. Потому что там отдельные заголовки прямо такие, вот там, глава города не согласился, возвратил и так далее и тому подобное генплан. По итогам общественных слушаний поступило достаточно большое количество замечаний по генеральному плану. Они носят, многие из них носят серьезный характер, а это потребует доработки, уточнений каких-то и так далее. Поэтому мной было принято решение вернуть на доработку генеральный план разработчику проекта. Я рассчитываю на то, что в кратчайшие сроки эта доработка будет проведена. Я не подразумеваю, что необходимо менять концептуально генеральный план. Необходимо доработать по тем замечаниям, которые прозвучали в процессе общественных слушаний. Где-то вскрылись технические недоработки, они должны быть устранены. Поэтому я рассчитываю, что в течение двух недель разработчики должны внести все эти необходимые поправки и вновь представить генеральный план. Уже с учетом тех замечаний, которые прозвучали на общественных слушаниях, уже с учетом устранения тех технических погрешностей, которые были выявлены, и вот этот генеральный план уже с учетом всей доработки будет внесен на рассмотрение депутатов городского совета. То есть мы не ждем концептуальных таких изменений, а вот таких технических, хотя многие из них по речному порту, конечно, очень даже содержательные, на мой взгляд. Да, конечно. Более 500 замечаний поступило, и все они должны быть отработаны. А вот центральным таким местом генплана стало представление об экологическом каркасе и вообще о зеленых зонах. Об этом много говорится. Будьте добры, прокомментируйте. Вот это такое новое достаточно понятие, как каркас города. Вот что в этом вы видите? Ну, это понятие не новое, если говорить откровенно. Оно существует давно. Для нас, может быть, оно новое. Для Красноярска. В силу того, что в Красноярске у нас нет вот этого самого опорного каркаса. Поскольку тема генплана для меня является одной из важнейших, а тема экологического каркаса, она вложена в тему генплана. Поэтому я сам принимал участие в дискуссии на соответствующей секции. Что такое экологический каркас? Это не только зеленые зоны, которые рассекают территорию нашего города. Должны рассекать. Это не только непрерывные зеленые пространства, которые позволяют человеку гулять, кататься на велосипеде, просто, так сказать, получать эстетическое удовлетворение от прогулок по этим зонам. Но это еще и некий функционал. То есть зеленые зоны, они могут быть успешны и могут быть эффективно используемы горожанами, если это будут реально общественные пространства. Что такое общественные пространства? Это очень серьезная тема, которая обеспокоена во многих городах мира. Это означает, что общественное пространство означает, что у него есть какая-то функция. Это спортивные сооружения, это культурные сооружения, это объекты образования, это просто городские парки, скверы, набережные, которые соединены в единую цепь. Это озелененные улицы, пешеходные тротуары которых сделаны удобными для, в первую очередь, пешеходов. Кстати, на пленарной дискуссии, на секции звучало, что город Красноярск недостаточно дружелюбен пешеходу. Он в первую очередь ориентирован на автомобилиста. Нам необходимо сделать так, чтобы пешеход, велосипедист – это приоритет в нашем городе. И в этой связи я хочу сказать, что говоря об экологическом каркасе, мы выходим на тему общественных пространств, и это означает, что нам необходимо понять функциональное назначение набережной реки Енисей, функциональное назначение набережной реки Кача, что будет позволять поддерживать этот зеленый каркас в нормальном состоянии. Это не только почва, на которой произрастают растения, не только потоки воздуха, которые позволяют благотворно развиваться растениям именно в этом месте. Это еще и какие-то объекты обслуживания, которые существуют по соседству, которые интересны для людей, которые нужны людям, и эксплуатация которых позволяет надлежащим образом содержать вот это все экологическое пространство. В этом смысле каркас – это связанность парков, доступность, чтобы из одного в другой? Да, это непрерывность. Непрерывность рекреационных, общественных зон на территории города Красноярска, которая позволяет не фрагментарно в каком-то скверике посидеть, а вокруг тебя будут ездить автомобили, а позволяет тебе, по крайней мере, пешком пройти 2-3 километра и получить хорошее впечатление от этой прогулки. По всей видимости, чтобы из любого микрорайона была возможность дойти пешим образом или на велосипеде. Но это же будет неправильно, или как сейчас происходит. Мы садимся на машину, потом едем, например, на остров Татышев, там чем-то занимаемся, и все. Потом опять садимся на машину и едем, возвращаемся в свой микрорайон. Дважды проезжая по дороге. Какая тут экология? В идеале именно так, что любой человек должен иметь возможность пешком прогуляться по городу, туда, куда ему это интересно. Думаю, что это идеальное положение дел. Нам надо создать оптимальный каркас, который позволит большинству красноярцев воспользоваться, всем красноярцам воспользоваться этой услугой, большинству иметь возможность, так сказать, как можно удобнее использовать это зеленое пространство. С удовольствием я бы говорил об этом, но все-таки мы бы говорили, что 9 секций на пленарном заседании рассматривалось 3 таких серьезных темы. Я вообще до сих пор удивляюсь, что мы в 2 часа, как модераторы этой площадки, могу сказать, что это чудо какое-то, что мы за 2 часа это все обсудили. А у нас с вами только 30 минут. Вторая тема, которая серьезно обсуждалась, это импортозамещение. И, в общем, фактически эта тема так называлась, а фактически она сводится к тому, что достаточно ли будет свежих красноярских продуктов и мясных, и молочных, и овощей в Красноярске. Как вам кажется, произошел разговор на форуме, и есть ли сейчас представление, как произвести это, импортозамещение или просто снабжение красноярскими продуктами? Я думаю, что на форуме этот разговор начался. Многие участники форума, выходя с пленарного заседания, мы общались, они говорили о том, что очень интересная состоялась дискуссия, и она заставляет задуматься, задуматься, чем мы занимаемся, как нужно перестроить свою деятельность. Это были в том числе и руководители крупных сетевых организаций, которые имеют крупные сети, торговые сети на территории города Красноярска. Вдумайтесь, в городе Красноярске жители города 111 миллиардов рублей тратят на приобретение продовольствия. Ежегодно. 111 миллиардов рублей. Это значительно больше, на порядке больше, чем меры государственной поддержки, которые оказываются крестьянам в Красноярском крае. Хотя меры поддержки необходимы. И они увеличиваются. Субсидируется приобретение техники, удобрений и так далее, и так далее. Это делается для того, чтобы поддержать нашего местного сельхозпроизводителя. Город Красноярск с его рынком – это самый мощный инструмент для того, чтобы поддержать местного крестьянина. А мы должны быть все обеспокоены темой, какое продовольствие мы едим. Правильно я понимаю, что если бы вот те 111 миллиардов дошли до красноярских производителей, то фермеры, крупные хозяйства, производители мяса, молока, и все, не испытывали бы вообще никакого дефицита денег. Ну, безусловно, красноярцы должны захотеть купить именно эту продукцию. Она должна быть свежей, аккуратной, значит, подготовлена соответствующим образом. Но, безусловно, это будет охлажденное мясо, в отличие от замороженного, если мы будем покупать красноярскую продукцию. Это будут свежие овощи, если мы будем покупать красноярскую продукцию. Это будет много чего, чего красноярцы хотели бы видеть на своих прилавках. Посмотрите, ярмарки, которые сейчас проходят, куда приезжают наши местные сельхозпроизводители. Продукция разлетается в лед, и надо делать больше возможностей для того, чтобы эта продукция реализовывалась. Нам очень много предстоит сделать для того, чтобы именно таким образом организовать функционирование нашего продовольственного рынка. Это очень много аспектов. Это и логистика, это и работа торговых сетей, которая является товаропроиводящей сетью. Но я уверен, в этом есть очень большой ресурс, если мы им воспользуемся. Это динамичный рост экономики нашего края, агропромышленному комплексу. Агропромышленный комплекс потребляет много продукции и производственно-технологического назначения, которая может быть произведена здесь, в крае. Наши потребители потребят нашу красноярскую экологически чистую продукцию. Поэтому я думаю, что выиграют все. А все зрения в Красноярске и в Красноярском крае, если мы будем шире говорить о сельхозпроизводителе, представлены. Что не хватает, чтобы связанность была, чтобы система, о которой мы сейчас говорим, согласованность? Не хватает логистики, не хватает требований по качеству, соблюдения требований по качеству продукции. Одним словом, это организационные вопросы. Если нам удастся их увязать между собой, то я уверен, что эта система заработает. Это удается сделать во многих других регионах нашей страны. Это означает, что у нас это тоже возможно. И это реально можно сделать. Я думаю, что эта тема является темой, которая на ряд последующих обсуждений, может быть, следующих формов, будет актуальной. И может быть, даже основной. Но она очень и очень важная. Транспортная схема. Я вот хочу сказать, что мы сейчас обозначим тему, а потом я еще задам общий вопрос. А как будут зафиксированы вот все те результаты, которые будут сделаны? Давайте сначала вот по тематике. Транспортная схема. Там речь идет о пассажирских перевозках, о трафике, об сложностях, пробках и так далее и тому подобное. Там вот как, на ваш взгляд, это изучение идет или уже началась подетальная такая проработка? Нет, ну вы знаете, генеральный план города уже, проект генерального плана, о котором мы уже говорили, он уже определил, так сказать, транспортные коридоры, которые должны стать перспективными коридорами. Другое дело, этапность реализации этих проектов. Что делать в первую очередь, что во вторую, это очень серьезный вопрос, на который следует ответить. Более того, мы не сможем создать некую новую, совершенно новую транспортную инфраструктуру. Мы должны дополнить своими решениями то, что уже имеем сегодня. И многие эксперты, которые принимали участие в нынешнем форуме, говорят о том, что мы недостаточно эффективно используем ту инфраструктуру, которую уже имеем сейчас. И нам необходимо, развивая и строя новые транспортные сооружения, быть обеспокоенными тем, как эффективно задействовать ту транспортную инфраструктуру, которая у нас есть. Которая зачастую более мощная, чем в других городах. Мы говорим, что центр города является перегруженным, но мы не до конца используем ту инфраструктуру, которая есть даже в центре города. Дмитрий Камшевич, после маленькой паузы сейчас поговорим конкретно, что уже на форуме обсуждалось из конкретных таких вещей. Но я думаю, что это, наверное, все-таки и парковки, и еще какие-то моменты. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу на 7 канале. Компания Красдип предлагает суперзащитное покрытие для вашего автомобиля. Универсальная жидкая резина пласти Дип Вейк преобразит внешний вид и надежно защитит поверхность. Я напоминаю вам, что в программе «Живые мысли» мы обсуждаем ход 10-го городского форума вместе с главой города, Камшик Ильичем Акбулатовым. К нам дозвонился человек, я так понимаю, что тоже на транспортную тему. Добрый вечер, как к вам обращаться, как вас зовут? Виктор зовут меня. Виктор, слушаем вас. Здравствуйте. Я хотел бы задать такой вопрос. Вот проспект Авиаторов у нас застраивается между дорогами. Сейчас построили 12-й торговый центр на проспект Авиаторов. Длина проспекта Авиаторов – 3,7 километра. Это уже 12-й торговый центр. Зачем он нужен между дорогами? Дорогу надо расширять до 5-6 полос, чтобы сделать выезд на… через железную дорогу строится развязка и на северное шоссе, да? Сейчас все поедут на эту дорогу и пробка увеличится в разы. Спасибо большое, Виктор. Можно я вот по-журналистски добавлю, начну, может быть, даже частично и отвечать, потому что вот у нас был один из авторитетнейших российских специалистов из Перми, специалистов как раз транспортном инженеринге. Он вообще на самом деле говорил, что у вас такие широкие дороги, мы там в Перми одним мостом двухрядным, ну, в одну сторону две, а у вас, значит, Октябрьский мост, там четыре полосы коммунальные, а вы все жалуетесь, видимо. Видимо, мы действительно плохо используем транспортную систему. Ну, теперь вот вам предстоит Виктор. Виктор, спасибо за вопрос. Я хочу сказать следующее. То, что проспект авиаторов на участке от улицы Молокова до партизана Железняка существует в том виде, в каком он есть сейчас, это просто направление, это не проспект авиаторов. Сейчас нами заказана проектная работа, в ближайшее время будет завершено проектирование проспекта авиаторов, которое будет подразумевать снос рынков, которые существуют вот в этом створе между двумя дорогами, которые в одном и в другом направлении. Поэтому я уверяю вас, что новое проектное решение проспекта авиаторов позволит сделать эту дорогу действительно комфортной, удобной, без светофоров, с минимумом, точнее говоря, светофоров, для того, чтобы можно было бы эффективно организовать по ней движение. К сожалению, на этом месте был в свое время 67-й завод гражданской авиации, который в дальнейшем был приватизирован федеральным агентством по имуществу. И на сегодняшний день мы имеем то, что имеем. Но больше проблем на этом направлении создают рынки, создают неорганизованная торговля, которая существует в этом створе, которая в ближайшее время будет ликвидирована. Можно, спасибо большое, можно мы все-таки по транспорту еще поговорим, вот по части конкретных мер, которые сейчас применяют, будут применены в ближайшее время. Ну, в частности, вот платные парковки и какие-то еще в этом смысле меры. Какие вы считаете эффективными? Платные парковки, здесь нужно разделять. Создание платных парковок, то есть это специальные инженерные комплексы, где будет парковаться автотранспорт, это одна сторона вопроса. Введение платности за парковку на объектах общего пользования, то есть на улицах, в переулках центральной части города, это другой вопрос. Третий вопрос, это совершенствование правил движения именно на этих участках, я имею ввиду проспект Маркса, проспект Мира, проспект Ленина, центральной части города. Это третий вопрос, но все эти вопросы должны быть решены в комплексе. 24 числа будут подведены итоги конкурса на отбор победителя, компании, которая будет вести работу по созданию парковочных комплексов, которые будут оборудованы на землях общего пользования. То есть это в парковочных карманах на улицах и перекрестках, и переулках, прошу прощения, в центральной части города. Мы уже приступаем к этой работе. И как мы обещали, в начале будущего года эта система должна заработать. Параллельно с этим сейчас рассматривается несколько обращений предпринимателей по созданию крупных многоярусных парковочных комплексов в центральной части города, которые будут предлагать альтернативу. Ну, в частности, я хочу сказать, что одна такая парковка уже построена около торгового центра «Метрополь». Еще одна такая парковка будет введена в эксплуатацию около магазина «Хамелеон» вместе со строящейся гостиницей. Мы на будущий год приступим к строительству объекта за счет бюджетных средств. Это в районе торгового комплекса «Квант», бывший гараж-стоянка, проект недостроенного гаража-стоянки, который там существовал. И еще порядка пяти-шести таких объектов появятся в центральной части города в ближайшие несколько лет. Это позволит, с одной стороны, упорядочить движение по центральным улицам, которые являются транзитными, с другой стороны, упорядочить парковку на этих улицах и, в-третьих, предложить горожанам альтернативу. Да, она будет платная, другого варианта нет. Альтернативу, куда поставить свой автомобиль, когда вы приезжаете в центр города. Да, и решайте какие-то очень такие короткие, но очень важные дела. Да, и еще один момент я хотел сказать. Это перехватывающие парковки, которые будут созданы вокруг центра города, в районе Комсомола, в районе железнодорожного вокзала, где можно будет оставить свои автомобили, дальше на автобусе-шаттле проехать по центру города. Ну вот, мне кажется, что нужно было более подробно об этом говорить. А вообще, на самом деле, на форуме еще говорили у нас и о дошкольных учреждениях частных, которые включили в систему сейчас, которая позволяет дефицит значительно сократить. И про историческое наследие, и про универсиаду, и про объекты универсиады. Давайте все-таки детские сады, поскольку у нас ограниченное время. Что в этом, в 2014 году, вот на этом форуме удалось решить? В чем продвинуть эту проблему? Я бы сказал, что в 2014 году на форуме мы обсуждали доводку этого механизма. Этот механизм уже заработал. Он, кстати, на форуме и родился. Да, он родился на форуме, мы обсуждали на предыдущих форумах два последних года. И вот сегодня мы уже реально имеем работающий механизм. 540 мест куплено уже у предпринимателей, которые ждут ребятишек, которые по муниципальной очереди придут в частные детские сады. До конца года мы планируем довести эту цифру до 800. А на будущий год мы предполагаем увеличить ее до 2500. Я хотел спросить, мечта? А вы уже сказали, что это уже реальные такие цифры? Нет, я хочу сказать, что обсуждение было уже конкретным обсуждением тех механизмов, которые необходимо усовершенствовать. Уже есть большое количество заинтересованных предпринимателей. Многие из них заключили с нами контракты. Многие готовятся, готовят свои помещения и ждут, когда мы объявим следующие контракты. То есть это реально работающий механизм. Надо сказать, что в этом отношении Красноярск является пионером. И нам пришлось очень много работать с нормативной документацией, согласовывая в том числе и с органами прокуратуры наши действия. Но сегодня я могу сказать, что этот механизм гарантирует права всех участников. И родителей, которые воспользуются этим механизмом. И предпринимателей, и муниципалитета, который оплачивает эту услугу. Насколько я знаю, что у нас уже гонцы со всей России потянулись для того, чтобы посмотреть, какие нормативные документы мы смогли принять в этой обстановке. Да, наше скину вызывает дешевый интерес у наших коллег. И, наверное, придется очень коротко по поводу сохранения исторического наследия и исторического квартала по районе улицы Горького. Это принятое уже решение, что такой квартал будет. Определены ли сроки? Генеральным планом города, проектом генерального плана предусмотрено именно такое решение по данному кварталу улицы Горького, Декабристов, Баграда, Маркса. Горожане, оценка горожан, что необходим такой квартал, необходима такая пешеходная зона, необходимо такое общественное пространство. Необходимо, чтобы были созданы условия для того, чтобы люди могли гулять в этом месте, одновременно с парком, центральным нашим парком. И на будущий год мы приступим к реализации данного проекта. Какие у него будут этапы? Значит, где-то ориентировочно в мае-июне начнутся уже строительные работы. Уже строительные работы. То есть до мая-июня мы надеемся, что мы уже проект этот обсудим, пройдем публичное обсуждение и уже можем говорить... Этапы публичного обсуждения уже идут, буквально сейчас идет один из этапов этого обсуждения. И я уверен, что горожане поддержат. А если будут замечания и предложения, мы их обязательно учитываем. По универсиаде мы сегодня уже не успеем, потому что нужно все-таки сказать, как будут закреплены вот те решения, те предложения. Вот 27-го пройдет круглый стол модераторов, я точно приму в нем участие, потому что уже буду модератором его. А вот будет, соответственно, там несколько сотен предложений. Как это все потом приводится в официальный вид? Ну, обратите внимание, что среди модераторов нет ни одного сотрудника городской администрации. Форум, он на то и форум, чтобы услышать мнение общественности. И вот когда мне говорят, ну ведь там же звучат критические замечания, там же ведь очень острые ставятся вопросы. Это очень хорошо. Очень хорошо, что звучат критические замечания, очень хорошо, что ставятся острые вопросы, потому что иначе мы не проясним суть явления, суть проблемы, которую нам необходимо решать. Практика форумов показывает, что именно так нужно ставить вопросы для того, чтобы добиваться решения. Как будут оформлены решения? Я жду от того, что модераторы соберут всю эту информацию, направят ее к нам, в администрацию города, выставят на сайте форума для того, чтобы каждый горожанин мог видеть, какие поступили замечания, предложения, как они в дальнейшем будут учтены. Я ответственно заявляю, что ко всем этим предложениям мы отнесемся со всей серьезностью. И темы, которые были вынесены, они очень важны в том числе и для администрации города, и для городского совета депутатов. Поэтому они обязательно будут учтены при формулировании соответствующих, при подготовке соответствующих решений. Спасибо большое. Мне только осталось сказать, что все-таки формально форум не завершен. И до 20... Ну, я думаю, что до 26-го, возьму на себя смелость такую, мы все-таки еще сможем, чтобы 27-го эти предложения тоже рассмотреть. На сайте администрации города можно внести свои предложения в адрес городского форума. Спасибо большое, прежде всего, конечно, вам, что вы нашли возможность прокомментировать работу 10-го городского форума. Спасибо большое нашим телезрителям за внимание. И до будущих встреч на седьмом канале.